Поводом узнать больше о профессии спасателя стал единый день безопасности для маленького Никиты. Ему всегда нравились в сказках сильные и бесстрашные герои. Именно их мальчик отождествляется спасателями. А что тебе понравилось примерять больше всего? Слемы. Слемы? А он тяжелый? Ну да. А что еще здесь интересного тебе кажется? Ну много чего. Веевок там всяких. Здорово. А ты бы хотел быть спасателем? Ну да. И такой ответ в этот день был не один. Единый день безопасности – мероприятие традиционное для городского отдела МЧС. К большой акции подключаются представители разных ведомств, чтобы вместе рассказать о том, что важно знать о безопасности. И стоит отметить, что в последние годы степень образованности в этих вопросах существенно выросла. На последние два года значительно больше. Где-то приблизительно, если так подсчитывать, где-то под 30% более-менее в сторону увеличения и в сторону информирования более и более как-то качественнее подходит к этому. Частный сектор особенно, имея наличие частный сектор, дома, дачи, бани, гаражи полностью как-то ответственно к этому подходят. Как-то начали подтягиваться уже жители квартир к этому моменту. Так что все во внимании в пожарной безопасности. Весело и интересно о безопасности. Именно так каждый раз проходят акции, которые сотрудники МЧС проводят для жителей нашего города. Пандемия внесла свои коррективы в планы спасателей. Достаточно долго выездные образовательные площадки не могли принимать посетителей. И вот настало время встретиться. К сожалению, мы давно не проводили таких мероприятий, давно не встречались с людьми, давно мы с ними не говорили по вопросам безопасности в связи с эпидемической обстановкой. Но настало то время, когда уже можно и нужно это проводить. Я вам скажу, что люди очень внимательно относятся к безопасности, внимательно слушают, изучают, читают наши листовки, буклеты, участвуют в конкурсах, викторинах. Потому что понимают, что самое главное – это безопасность. Данная работа проводится для воспитания законопослушных участников дорожного движения. И мы в различных конкурсных программах, викторинах, в решении ситуационных задач обучаем детей именно дорожной тематике и правилам дорожного движения. Профилактическая работа с детьми останется на особом контроле в городском отделе МЧС. В 2020-м в областном центре зарегистрировано два пожара по причине детской шалости с огнем, чего не было за аналогичные периоды последних двух лет. Анастасия Назарин, Плотницкая, Андрей Щерб, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.